Дорогие друзья, дорогие служащие, это слово. Сегодня хочу говорить о Голгофе и о сотнике на Голгофе, как он принял Христа, как он поверил, что он праведник. И для этого я хочу прочитать из Евангелия от Луки, 23 глава, 44 стиха. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус возгласил громким голосом, сказал, отче, в руки твои придаю дух мой, и сие, сказав, испустил дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал, истинно, человек этот был праведник. Интересно, правда, сотник, это римский гражданин, да, он выполнял приказ начальства, ему надо было казнить вот этих двух разбойников Иисуса Христа. Он, наверное, мало что знал про него. И когда он пришел и видел, все осуждают его, так сказать, да, насмехаются над ним. Но вдруг этот Иисус, когда его казнили, он вдруг молится, отче, прости им, ибо не знают, что они делают. Другие люди, в момент, когда у них такие боли, через их тело пробивают гвозди, через кости, через кожу, через все эти гвозди, так сказать, они не знают, как страдают, кричат, может быть, проклинают других, может быть, не знают, просят о помощи. А этот просит Бога, чтобы он простил им за то, что вот эту вот большую несправедливость они делают с ним, с Сыном Божиим. Этого никогда не видел сотник. Никогда. За тысячи людей, которые, так сказать, проходили перед его глазами и кончали свою жизнь. И вот он здесь переживает последние моменты. Что-то происходит с природой. Вся природа возмущается. Землетрясение, солнце помякло, тьма, и еще и в храме разрывается завеса. Да, и вот он стоит здесь, и он говорит свои вот эти вот замечательные слова. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. Что он сделал? Прославил Бога. Какого Бога? Верил он в Бога Израиля? Верил он в Бога настоящего? То, который сотворил небо и землю и его самого? Или в какого Бога? Ну, вы знаете, в трудный момент все молятся к Богу. Я думаю, они молятся праведному Богу. Не зря Павел сказал неизвестному Богу, которого люди прославляют, не зная его. И вот он к тому Богу, именно к настоящему Богу и молился. И он прославил его, что вот это он увидел в своей жизни и сказал, это праведный человек. И он занял позицию к нему. Если он прославил Бога, он и принимает его здесь. Принимает его, как и написано, он царь израильский. Он царь вселенной. Это же понял и разбойник, когда он сказал, помяни меня в своем царстве. То есть, вот все, что здесь происходило, каждый видел это все и должен был принять решение. Многие пошли домой, ничего не приняв решения. Наверное, тоже совесть с них говорила, смотри, что он сделал, кого убили, что мы сделали, помогли ли мы этому, возмутились ли мы или нет, или мы тоже стояли с толпой и просто насмехались. Но этот сотник, он стал христианином. Да, есть легенды, которые об этом говорят дальше. Но я думаю, этого достаточно, чтобы в этот трудный момент вот так вот признать Иисуса. Мне интересно, был вот такой актер, известный актер Брус Мартиано. Он в 12 фильмах исполнял роль Христа. И вот он тоже по-своему как-то переживал. Вначале, когда ему говорили о Христе, он как-то, ну так равнодушен. Но был у него большой кризис. И он на одном из холма Голливуда стоял. И тогда он понял, он должен у Христа что-то попросить. Он склонился на колени, на той грязной земле, на холме и сказал, Иисус, ты должен спасти меня. Я думаю, вот эти тоже многие артисты, у них есть деньги, у них все есть. Но нету самого главного иногда, Христа нету. Он склонился и просил, так сказать, Войди в мою жизнь через три года. Он взял на себя роль в кинофильме «Визуальная Библия». Он был совершенно удивлен, что это одна из самых глубоких ролей, которые он мог себе представить. В последующие годы и по сей день, помимо других проектов, последовали 12 фильмов, а также 8-серийный телесериал, в котором он воплотил Иисуса. И когда он выполнял эту роль, он говорил, что я молюсь на коленях, пока на коленях у меня появляются ранки. Так молюсь, чтобы Бог вот дал, чтобы я мог воплотить то, что Он хотел. Потому что я сам Его никак не смогу передать, что Он был. И когда Он висел на кресте, как артист, выполняя эту роль, Он почувствовал, какой был Христос одинокий в этот момент, один здесь со всеми этими страданиями. Он переживал все то, что Он. Интересно, иногда и нам надо мыслями пережить все там, что делал Христос, как Он прошел, как Он мог в этот самый сложный момент в своей жизни просить у Бога, чтобы Он простил тем, которые вот Его распинают. Как Он мог в этот момент, когда все совершилось, Он сказал, отдаю тебе мой дух, прими мой дух, Отец мой, с которым Он всю жизнь был единым. Я думаю, это так здорово. Но сегодня для тебя и для меня звучит тот же призыв. Прими решение следовать за Ним. И прославь Бога, что Иисус Христос жил на этой земле. Что Он взял твой и мой грех на себя. И что Он, Сын Божий, не погнушался ничем, так сказать, и принял самые тяжелые страдания, какие можно нести. И сегодня стань Его детем. Будь с Ним, чтобы ты вечно мог с Ним жить. Это возможно. Аминь. Сын Божий. Сын Божий. Сын Божий. Сын Божий. Сын Божий. Сын Божий. Сын Божий.